Добрый вечер на телеканале Юрган. Детали недели. И вот в частности о чем мы вам сегодня расскажем. Ямальская комия. С медведем часто встречаетесь? Раньше каждый день бывало. Как живут наши земляки на родине российского газа? Команда, нацеленная на результат. Что осталось за кадром на партийном съезде? И почти народная стройка. Кирпич, кстати, стоит 50 рублей, символическая цена. Когда Сыктывкар услышит Стефановский перезвон? А начнем мы с наиболее интересных деталей недели. Анна Зубарева назовет основные события прошедших пяти дней. За год программами господдержки для переезда в сельскую местность воспользовалось 36 медиков. Их привлекают подъемные. Так, 21 специалист уже получил компенсацию в миллион рублей. Заметим, земские кадры таким способом Минздрав отныне пополняет и в некоторых городах. В Инте, Усинске, Ухте и Сосногорске. Росздравнадзор планирует ввести в аптеках страны функцию контрольной закупки, а также увеличить объем продукции, которую будут сдавать на проверку в лаборатории. По данным ведомства, это позволит исключить попадание фальсифицированных и некачественных медикаментов на прилавке и поможет навести порядок в этой сфере. Сосногорский бассейн принял первых посетителей. Ими стали юные спортсмены и воспитанники секции по футболу, хоккею и борьбе. Но пока бассейн работает в тестовом режиме. Это обычная практика для такого рода сооружений. Нужно убедиться, что все системы не просто работают, а готовы к длительному функционированию. Всего в бассейне намерены открыть в четыре группы по 30 человек. То есть подготовку начнут сразу 120 детей. Из Сыктывкара в турне по северным городам на поезде «Сияние севера» отправились участники акции «Добрый Новый год». Это музыканты, писатели, актеры, мастера прикладного творчества. До 20 декабря они успеют посетить Воркуту, Инту, Печору, Усинск, Сосногорск и Ухту. Там артисты организуют большие концерты для малышей и взрослых. На неделе соседнюю с нами Ямало-Ненецкий автономный округ отметил 88-й день рождения. Отметил масштабно, запустив третью линию газоперерабатывающего завода «Ямал-СПГ». По этому случаю в вахтовый поселок, а теперь и порт Сабетта, приезжал премьер-министр страны и наш глава. К слову, сегодня на Ямале добывают 80% российского газа. Но не так давно округ жил за счет оленеводства, которое в первую очередь развивали выходцы из коми – «Ижинцы». О том, как это было, Александр Пивкин. Среди прочих диалектных групп коми-народа, «Ижинцы» безусловно особенные. Так исторически сложилось, что они оказались удалены от южных районов коми. Им пришлось осваивать оленеводство и вбирать знания и уклад жизни соседних северных народов. Сколько километров пробегаете за день? По-всякому бывает. Считай, 15 часов по 5 километров получается 60-70 километров в день. С приобщением в 18-19 веках к оленеводству у ижинцев появилось стремление к освоению новых территорий. Причины были просты и обоснованы. В коми не было достаточных площадей пастбищ, а олени стада стремительно росли. Пришлось сбежать ижинцам и от эпидемика пытки оленей болезни, которая случилась в конце 19 века. Необходимо было спасать оленя поголовья любой ценой. В данном случае даже ценой разлуки с малой родиной. Что любопытно, если миграция ижинцев в 16-18 веках была очень незначительной и наблюдалась больше в купеческой среде, то в 19 веке она уже носила массовый характер. Многотысячные стада оленей увлекали их за собой на восток и на запад от родной ижмы. Я вот говорил со своими дядями, они говорили, что перешли Урал в районе Ляпина. Потом ижинцы вниз по обе от Ляпина стали продвигаться, ведь и рыба ищет где глубже, и люди ищут места получше. Те, что посильнее, у кого стада были большие, шли дальше. Вынужденная миграция закаляла дух хизватас, наделяла их опытом и предприимчивостью. Стоит отметить, что в конце 19 века в моду вошла замша. Ижинцы тут же начали строить кожеверные цеха и еще больше расширять олени поголовья. Кстати, бригадный метод по выпасу оленей, что увеличивал эффективность производства, это изобретение чисто ижимское. Аборигенам севера этот опыт потом пришлось перенимать. Именно ижинцы первыми осознали, что оленеводство – это не только образ жизни, но и хороший бизнес. Изватас всегда искали, где лучше? Правильно, это нормально. Между прочим, это изватас и поднял оленеводство до промышленного уровня. На Кольский полуостров и Ямал ижинцы направились не сразу. Прежде в эти земли были направлены разведчики. Их экспедиции продолжались порой до двух лет. Они возвращались данными о новых землях и условиях проживания. Потом в кругу родных принималось решение, кому и куда уходить. Не все сразу перешли. Сначала перешла небольшая часть, разведчики. Они должны были посмотреть, каково здесь, можно ли здесь жить. Потом они вернулись и сказали, что здесь хорошо. Ягель есть, много рыбы и дичи. Мои родственники тоже не все сюда пришли. Мой дедушка пришел, его брат нет. Сказал, ты, Данил, сходи и посмотри, а я пока на родине останусь. Ведь всякое может случиться. Сейчас в Сибири и в Мурманской области часто можно услышать разговоры о незваных гостях из Коми. Мол, пришли ижинцы, аборигенов споили, стада отобрали и сделали местных наемными работниками. Однако старожилы вспоминают другое, что ижинцы уважительно относились к местному населению и даже учили их язык. А наемные работники получали такое жалование, что вскоре сами заводили свое стадо. Сейчас есть такое модное слово – толерантность. Раньше такого понятия не было, но они очень тактично входили в жизнь коренного населения. Очень тактично, и вот даже пожилые люди вспоминали землю, ну, не завоевывали, а даже покупали. Благодаря ижинцам возникли на севере России новые села, где население жило сыто и счастливо. Вот, например, что писали современники о селении Мужи в Сибири. Мужи – типично коммерческое село, производящее впечатление городка. Точно так же выглядел и Салихард. Кстати, до 1933 года он назывался Пакоми, Абдорск, местечком на берегу Абин. И населен был в значительной мере ижинскими торговыми людьми. В 1897 году здесь было всего 30 жилых домов и в то же время 150 торговых лавок. В городке устраивались грандиозные торговые ярмарки. Сосланный сюда в 1907 году революционер Борис Кнунинц писал. Абдорск нас приятно поразил. Мы не ожидали, что на столь далеком севере может быть такое красивое и богатое село. Там встречаются дома, которые сделают честь любому провинциальному городу России. Этот городок был настолько богатый, что даже доход у купцов за год доходил до миллиона полновесных золотых рублей. И даже вот на этом месте, где мы стоим, там внизу подземное хранилище для рыбы было сделано. У нас же ведь здесь вечная мерзлота. Ну, правда, здесь ваяла текущая, сейчас немножко она стала теплее. Но, в общем-то, вот тут вот мерзлотник большой. Давно уже замечено, что диаспоры любого народа более трепетно хранят традиции своего народа, чем основное население на исторической родине. По крайней мере, ижемские диаспоры точно. До сих пор они удивляют исследователей своим особенным менталитетом и каким-то глубоким осознанием себя, как части коми народа. Наиболее рена отстаивает свою особость в семьях оленеводов. В чумах говорят строго на коми языке. Кстати, даже в годы всеобщего атеизма в чумах не исчезал иконостас. А женщины никогда не переставали носить национальное платье. А почему вам так нужно одеваться? Так повелось. И все придерживаются такой традиции. Когда жарко, конечно, можно и халат временно надеть. Но кокошник я не сниму. И, как правило, мы всегда в сарафане. И летом, и зимой. И здесь, и в городе. Сложно сказать, сколько ижемцев сейчас проживает за пределами нашей республики. Говорят, только на Ямале не менее 6 тысяч человек. Не все они заняты оленеводством. Многие успешно проявляют себя практически во всех сферах. Сказывается их природная мобильность и деловитость. В Салихарде, к слову, установлен бюст первому городоначальнику ижемцу. Именами наиболее знаменитых изводов названо 5 улиц города. Сегодня в Салихарде работает региональное отделение движения Коми. На окружном телевидении выходят программы на Коми-языке. Широко известен ансамбль народной Коми-песни «Абдоряночка». Однако все чаще и чаще и на Ямале возникает вопрос сохранения родного языка и культуры. И только активная жизненная позиция здешней Коми и их исторически сложившаяся способность преодолевать любые трудности проходят испытания временем. Полтора года есть у строителей нового корпуса радиологического отделения Республиканского онкологического диспансера. Обратный отсчет запустили сегодня. На строительной площадке вбили первую сваю. По соседству, к слову, стоит уже действующий корпус, а потому его пациенты смогут наблюдать, как регион развивает такое необходимое сейчас медицинское направление. Виктория Палкина о том, что мы противопоставим недугу. Маска индивидуальная. Для каждого пациента она формируется. После того, как ее разогревают, накладываются на лицо и формируются уже под каждого пациента индивидуально. И вы видите вот эти меточки, которые позволяют нам уже ориентироваться, где и как это происходит. Внештатный онколог регионального Минздрава о последних новинках рассказывает с особым вдохновением. Оно и понятно. Именно такие ноу-хау уже спасли сотни жизней. Этот аппарат, кстати, единственный в коме силой излучения борется с микроскопическими опухолями, за которые раньше медики даже не брались. Мы стараемся применять в полном объеме все возможное лечение. То есть совместно с лучами проводится как химиотерапия, так и гипертермия. Это метод лечения ультравысокочастотным излучением, который применяется, как правило, совместно с лучами и с химиотерапией. Но дает хорошие результаты. То есть применяется при лечении гинекологии. Пациенты радиологического отделения Республиканского онкологического диспансера, как никакие другие, скажут – залог успеха – правильный диагноз. А последнее слово – за компьютерным томографом. Четкая картинка помогает и опухоль разглядеть, и степень поражения, площадь и глубину. Работаем в комплексе вместе с кабинетом ультразвуковой диагностики, кабинетом МРТ, ПЭТ-КТ, соответственно, синтеграфические исследования. Это все является комплексным подходом к диагностике пациента с сонным процессом. Здесь лучевую терапию ежедневно получают больше полусотни жителей Коми. Есть стационар и дневное отделение. Сама процедура облучения безболезненная. Десять минут, небольшой отдых, и пациент может идти домой. К минимуму сводится и отдаленное осложнение после лучевой терапии. Все благодаря точности попадания в мишень. Так сами врачи называют рак. У нас имеется многолепестковый коллиматор, благодаря которому мы эту опухоль можем облучить достаточно точно. Обойти, как я уже сказал, критические органы. Произвести контроль путем рентгеновских снимков. Точность укладки пациента. Также мы используем фиксирующие устройства. Как бы прогресс быстро не шагал вперед за онкостатистикой, пока он не поспевает. Рак во главе антирейтинга. Причин смертности. А еще, добавляют медики, жители коми попадают в особую группу риска. Онкология на севере встречается куда чаще, чем на юге. Да, научились диагностировать рак на ранней стадии. И лечить успешно самые распространенные опухоли. Но пациентов настолько много, что от очередности никуда не деться. От момента постановки диагноза до начала специфического лечения должно проходить 14 дней. Но, к сожалению, за счет того, что у нас пока не хватает кое, бывают задержки до 20 дней. Мы стараемся это избежать. Это держится на контроле у Министерства страхования и Российской Федерации, и Республики Коми. Конечно, с новым корпусом это современное строительство, это современное помещение. Да, будет удобно и врачам, и радиологам, и радиотерапевтам, и медицинским физикам. Но, к сожалению, пока в этом корпусе, в старом, мы находимся в стесненных условиях. На площадке строители уже обосновались. Изучили грунт, завезли сваи. По контракту сдать объект они должны в мае 20-го. А по тому времени не теряют. Ни большой минус, ни помеха в обустройстве свайного поля. Новый корпус будет полностью спальным. Это трехэтажное здание на 63 койки. В старых помещениях останется передовое оборудование и все диагностические кабинеты. Как только первый этап реконструкции финишируют, помощь станет доступнее не только для жителей региона. Принимать пациентов смогут из соседних областей. Там, где пока не могут похвастать передовыми технологиями. Впрочем, даже если удастся сократить расстояние и сроки ожидания лечения, победить равнодушие пациентов к своему здоровью медикам пока не по силам. Они не устают повторять рак, обнаруженный на ранней стадии. Чаще всего можно победить. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим. Партия парламентского большинства заявила о перезагрузке. Случилось это в Москве, на очередном съезде Единой России, где регион был представлен масштабной делегацией. Именно на съезде глава комиссер Сергей Гапликов получил из рук Дмитрия Медведева партийный билет. Детали партийного форума в материале Ольги Коняевой. Мир в состоянии мощной трансформации, а значит нам самим пора меняться и развиваться. Иначе отстанем безнадежно. Об этом президент говорил на встрече с главной политической силой страны. Именно на Единой России ответственность за прорыв. Представители партии большинство в законодательной и исполнительной власти. И поэтому должны объединять людей вокруг себя. Только единым фронтом можно решить глобальные задачи. Важнейшее для партии дело это устойчивый авторитет ее представителей. Я уже об этом говорил. А его, этот авторитет, как известно, не купишь. Его можно только заслужить. Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нужному людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью. И не допускать ее самим. Программу действий на пять лет определили указы президента. Для их выполнения правительство страны утвердило 12 национальных проектов. Основная работа ложится на регионы и муниципалитеты. Потому партийным ячейкам уделяется особое внимание. Было с каждого региона, он должен быть услышан. Мы вообще должны слушать и слышать людей. А уж тем более наше региональное отделение, они на передовой находятся. Поэтому все чаяния, пожелания граждан, естественно, они должны коммуникативно доводить до Москвы. И решения не должны приниматься в Москве, внутри Садового кольца. Это решения, которые принимают наши регионы. В регионах досрочно изберут политические советы. Это решение съезда. Предпочтение авторитетным политикам. Свой состав уже усилило Коми-отделение, которое возглавило заместитель председателя правительства Коми. Партийный билет теперь и у главы региона. Мы деятельно доказываем нашу способность выполнять государственную задачу. И в большей степени наша задача – это наращивать те потенциалы, которые у нас есть. И вот когда мы действительно демонстрируем определенные достижения, мы отставим позицию, чтобы в нашу сторону было такое же принципиальное внимание. При новых задачах есть старые нерешенные проблемы, которые нельзя не решать. То есть можно много говорить о инновационном образовании, но если не завершены вопросы развития элементарно инфраструктуры в сельских школах, аварийности объектов, это не будет принято. Поэтому, конечно, нужно на местах сложить приоритеты и, решив старые, принять новые задачи, еще и обеспечив их достижения. Лидеры «Единой России» отныне поднимать уровень компетентности будут в высшей партийной школе. Кроме того, вводится этический кодекс, за нарушение которого можно и вылететь из партии. Хамство, пренебрежение к людям недопустимы. Формат отношений современный. Будет запущено даже мобильное приложение для связи избирателей с депутатами. Мы очень дорожим мнением и доверием людей. И, безусловно, обратная связь исключительно важна. В рамках обновления нужно сделать партию более открытой, более прозрачной. Для этого нужно создать постоянные механизмы обратной связи. Оценки нашей с вами деятельности. В частности, составлять рейтинг эффективности работы наших депутатов. Оценивать деятельность региональных отделений. Поощрять те первичные отделения, которые активно продвигают местные социально значимые инициативы. Будут продолжены партийные проекты. Они и созданы под решение конкретных стратегических задач. На приоритетные 12 направлений государство планирует выделить рекордные суммы. Больше двух десятков триллионов рублей на пять лет. И тут главное – эффект от вложения. Результат работы – это не просто отчет на бумаге. Главное – реальные изменения, что видят и чувствуют сами жители. И проекты действительно работают. Допустим, культура малой родины. В 2018 году по всей стране обновлено более двух тысяч объектов. В том числе и в нашем регионе. Это три малых театра и 27 домов культуры и сельских клубов. И это только один проект. По городской среде было выделено всего 250 миллионов. Из них половина – это федеральные средства, остальное – это республиканские и муниципальные. Всего досталось 40 муниципальным поселениям. А для сравнения, в 2017 году это было всего пять муниципальных поселений. Мы уже знаем, что в 2019 году практически в два раза получим мы больше средств. Это почти 4 миллиона рублей республиканских и федеральных средств. И надеемся с помощью этих средств благоустроить большую территорию парка в центре села Визинги и две общественные территории. Изменится ставка софинансирования. Как раньше, 50 на 50 не будет. Предполагается, например, что на программу переселения из аварийного жилья регионы потратят только 14% от суммы. Это составляющая национального проекта «Жилье и городская среда». В Коми в ближайшие годы в планах расселить более 7 тысяч человек. Столько же нужно и миллиардов. Республика ожидает прибавки федеральной поддержки. Если раньше в субъект наш приходило порядка 5-6 миллиардов рублей, то в следующем году уже 8 – это предварительные цифры, прежде всего за счет реализации национальных проектов. Поэтому в области образования, здравоохранения, качества жизни очень большой и серьезный проект связан с дорожной деятельностью. Это то, что сегодня волнует и граждан, и, конечно же, партия, как тот локомотив, который будет в части реализации национальных проектов. В регионы пойдут и больше денег. Смотрите, по акцизам мы сделали, если сегодня на алкоголе акцины, крепкий алкоголь, сегодня идет 50 на 50, то завтра будет идти 80 в республику, а 20 только в федеральный центр. И мы сделали график акциза от нефтепродуктов, сегодня только 53% идет в республику, а вот в 2024 году, то есть мы там поэтапно сделали, будет идти все 100%. Это наши дороги, это наш дорожный фронт, то есть он, конечно, будет резко увеличиваться. Будет и жесткий контроль за исполнением проектов, в первую очередь за целевым использованием средств. В оценке результата не менее важна обратная связь. И особое внимание тут общественным приемным, как самой близкой к населению структуре. К слову, наша признана одной из лучших в стране. Обращения жителей должны стать сигналом для изменений или, наоборот, стимулом двигаться в том же направлении. Между тем, сегодня о наиболее близких перспективах говорили в Сыктывкарском совете. Обсуждался бюджет столицы на следующий год. Насколько плотно заполнена казна города, мы сегодня выясняли у главного финансиста столичной управы Елены Волкомуровой. Елена Анатольевна, давайте для начала вообще определимся, чем отличается бюджет предыдущего года и года грядущего. Принципиальным отличием является то, что впервые, начиная с 2010 года, бюджет нашего города превышает 8 миллиардов рублей по расходам. Для нас это достаточно значимое событие. Это результат большой кропотливой работы. Объем нашего бюджета в консолидированном в общем бюджете Республики Коми составляет порядка 10%. Доходов их хоть и не намного, но меньше. Что делаете, чтобы этот дисбаланс преодолеть? В городе нашем поставлена системная работа по увеличению собственной доходной базы бюджета. Нами проводится работа на протяжении ряда лет последних по увеличению налоговой базы. Что мы делаем? Мы занимаемся тем, что работаем и взимаем недоимку с наших хозяйствующих субъектов. Дальше у нас проводится работа по легализации теневой заработной платы. Эта работа очень кропотливая и результаты, наверное, мы увидим все-таки в каком-то будущем. Вот в результате этой работы в прошлом году дополнительно нам удалось собрать дополнительные доходы, которые мы сегодня и предлагали к утверждению нашему депутатскому корпусу. Кроме того, муниципалитет занимается тем, что выявляет незарегистрированные объекты недвижимости. В прошлом году у нас было зарегистрировано более 350 земельных участков и более 800 объектов недвижимого имущества. Мы ждем поступления имущественных налогов. Но, тем не менее, муниципалитет проводит достаточно гибкую налоговую политику. По многочисленным просьбам предпринимателей в этом году у нас была снижена ставочка налога на имущество. Для платежей, начиная с 2017 года, с 2% до 1,5%. А для предпринимателей, у которых бизнес расположен в наших отдаленных территориях, до 0,5%. Получается, что дефицит бюджета продолжает в 2019 году снижение. Как будет выстраиваться долговая политика? Одной из ключевых задач муниципалитета является уменьшение долговой нагрузки на муниципалитет. К нами проводится в этом плане большая работа. Мы запланировали на 2019 год уменьшение дефицита бюджета. Порядка 8% будет дефицит при допустимом объеме 10%. А в последующие годы 7-25%. Естественно, наши усилия все будут направлены на то, чтобы сократить этот размер. Для того, чтобы уменьшить заимствование. Главным источником покрытия дефицита бюджета являются кредиты коммерческих банков. В результате проведенной работы нам в этом году удалось сократить более чем на 70 миллионов расходы на обслуживание муниципального долга. И мы вот в этом году сокращаем объем долга и объем наших заимствований на 186 миллионов. Для нас это достаточно значимый результат. Ну, пополнение бюджета это такая больше внутренняя политика города. Думаю, жители Сыктывкара больше интересуют, будет ли больше вложений в сферу социальную. На социальную сферу в нашем городе традиционно выделяется львиная часть расходов бюджета. Более 70% направляется на социально-культурную сферу. Это образование, это культура, это физическая культура. На заработную плату на исполнение майских указов только в этом году мы направили около 3 миллиардов рублей. Хочу отметить, что начиная с 2012 года, вот мы видим результат выполнения майских указов. Заработная плата работников образования была увеличена больше, чем в два раза. А по работнику культуры в 3,3 раза, начиная с 2012 года. Ну вот в 2017-2018 годах большой упор делался на благоустройстве Сыктывкара. Мы все видели, что обновлялись и парки, и дороги, и дворы. Вот создавалась-то комфортная городская среда. Ну и будет ли продолжена эта работа? Может она расширится даже? Ну хочу отметить, что в следующем году впервые нашему городу выделяются субсидии из регионального бюджета на благоустройство административного центра Республики Коми в размере 100 миллионов рублей. Мы очень рады, что нам республиканские власти пошли на встречу, и много усилий было приложено для того, чтобы доказать необходимость получения этой субсидии. Далее мы планируем привлечение достаточно большого количества съезд на благоустройство городских дорог. Около полумиллиарда рублей планируем получение средств каждый 19, 20 и 21 год на приведение в соответствие дорог в пределах городской агромерации города Сыктывкар. Планируем мы также благоустройство общественных пространств. Будет продолжена программа выделения средств на современную городскую среду. В следующем году и в 2020 и 2021 году ожидается поступление за счет всех источников порядка 130 миллионов рублей. Хочу отметить, что ожидаются масштабные работы по благоустройству улицы Коммунистической. Выделяются средства значительные на транспортное обслуживание речным и наземным транспортом, автомобильным транспортом порядка 70 миллионов рублей. И на датирование, на получение субсидий нашими городскими банями в бюджете нашего города предусмотрено вдвое больше годаться, чем в предыдущие годы, порядка 21 миллиона рублей. Оптимистичные такие перспективы. По данным экспертов, инвестиционный климат в целом по республике не столь благоприятный, как хотелось бы. Вот чего нам ждать в сфере инвестиций Сыктывкару? На следующий год мы закладываем на инвестиции порядка 640 миллионов рублей. Это 8% от расходов бюджета. Для нашего уровня это достаточно значимая сумма. За 19-21 год мы планируем реализовать 44 инвестиционных проекта. Основные такие достаточно емкие проекты, которые подлежат финансированию из регионального, из федерального бюджета, это строительство школы в Красном Затоне и приобретение жилья для детей-сирот. Резюмируя уже нашу беседу, можно ли сказать, что бюджет Сыктывкара на сегодняшний день достиг того уровня, когда можно самые злободневные проблемы решить? Или пока нельзя так сказать? Естественно, одномоментно решить те проблемы, которые накопились достаточно давно, просто невозможно. Естественно, ресурсы бюджета любого, они ограничены. Поэтому нам приходится выбирать приоритеты. Естественно, основным приоритетом является благоустройство города, безусловно, приоритет этой социальной сферы. То есть мы должны вместе с горожанами, используя рационально имеющиеся ресурсы, направляя на те цели, которые необходимы для жителей города, для того, чтобы в городе было комфортно проживать. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех горожан с наступающим Новым Годом, с наступающим Рождеством, пожелать благополучия, стабильности, пожелать, чтобы в нашем городе было тепло, комфортно и уютно проживать. Народная стройка Сытывкарской и Коми-Зырианской епархий звонится Свято-Стефановского собора в столице Коми в ожидании главных атрибутов. Колокола уже отлиты в Москве, самый большой, весом почти в тонну, украсит имена священников, которые пожертвовали средства. Еще один будет носить имя оперного певца Алексея Моисеенко. Деньги на выплавку колокола перечислила его вдова, депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева. О стройке всем миром Таисия Жакова. Я сейчас стою в холле, где будет раздевалка, где будут санузлы, а в угловой части за мной располагаться лифт для инвалидов. Грандиозная стройка близится к финалу. Внутри уже задерживается тепло и можно спокойно осмотреть будущий объект. Это не просто звонится, а настоящий комплекс. Амбициозный проект совместил мелодии в колоколах с актовым залом и православной гимназией. Весь второй этаж займут учебные классы. Второй этаж пониже, здесь классы будут. Вот они, мы идем по ходу, по четырем классам, так сказать, когда будет это разгорожено. Не так давно подрос и третий этаж. Скоро его подведут под крышу. Строители заканчивают обустройство лестниц и постепенно поднимаются выше. Вяжем сетку, будем заливать лестницу. Погода тепло, ничего, морозы не на нее помехают. Появились даже перекладины, на которые впоследствии подвесят литых красавцев. В целом здание примет на себя 10 тонн. Чтобы выдержать такую тяжесть, звонницу на всех этажах укрепили бетонным каркасом. Как только строительство главного купола завершится, временную конструкцию демонтируют, а ее место займет звонница, а это 20 колоколов. Один из них перенесут с временной колокольни. Кстати, тяжеленные инструменты уже готовятся к отправке из Москвы. Одно из последних средств на ковку именного колокола перечислила Валентина Жиделева, депутат госсовета и вдова артиста Алексея Моисеенко. Мне нравится идея, что над Сыктывкаром будет звучать постоянный колокольный звон. И вдвойне приятно знать, что там будет колокол в честь моего супруга. Звонница будет оборудована электронным управлением и настроена по нутному ряду. Это более 70 мелодий, плюс ручной звон от Пономаря Свято-Стефановского собора. Самым, конечно, звоном знаменитым будет День Победы, когда Бессмертный полк приблизится сюда 9 мая с Стефановской площади к Соборной площади. И здесь они будут молиться в храме. Перед Собором будет эстрадная площадка, где будет концерт праздничный. Но все это будет встречаться Днем Победы в исполнении колоколов и 100 ударами во имя столетия республики. Проект оказался хлопотным. Препятствия начались еще на этапе котлована. Строители наткнулись на высоковольтный кабель. Чтобы без проблем пройти экспертизу, пришлось возвести здание на метр ниже. А еще не был спроектирован мансардный этаж. Сейчас его приходится дорабатывать. Кроме того, не хватало денег. Владыка хотел даже расстаться со своим мини-зоопарком. Но этот год для Сыктывкарского долгостроя оказался прорывным. Поучаствовали постоянные меценаты и представители бизнеса, и просто неравнодушные граждане. Подписи на кирпичах тому подтверждение. Всего на возведение Звонницы уже потрачено 20 миллионов рублей. Можно построить где-нибудь храм в глубинке, а там потом окна повыбивают, как говорится. Поэтому нам важно массовое участие. Кто-то может пожертвовать и 100 тысяч, а кто-то может пожертвовать и 1 рубль. Но главное – участие, внимание, неравнодушие. Поэтому такие именные кирпичи, они будут заштукатурены, но все-таки это вот такой акт любви. На помощь добрых людей сейчас надеются и послушницы женского серафимского монастыря в селе Иб. Мощный пожар лишил их крова. Из-за короткого замыкания на крыше сгорел весь жилой корпус. К счастью, обошлось без жертв. Представляете, они вышли вот в одних подрясничках, просворня, как вышла в белом своем облачении, в колпаке, она уже больше не смогла зайти. Сама игуменья монастыря, тоже когда поступил сигнал, она накинула такой старый халат рабочий, вот, и в тапочках вышла на улицу и больше вернуться уже в корпус не смогла. Сгорели все документы монастырские, вот, даже телефон мобильный у матушки-ягумени, она осталась без связи. Оперативно эвакуировать удалось лежачую больную. Ее в тот же день перевезли в больницу Сыктывнинского района. Сбор необходимых вещей, продуктов питания, воды и денежных средств организовали неравнодушные люди. Послушниц временно разместили в соседние домики. На месте сгоревшего корпуса уже решено возвести новый, на этот раз кирпичный. Со временем построить его монахини тоже, надеются, силами добрых людей. Такими были детали этой недели. Увидимся на следующей. До скорой встречи.